В эфире Вести, продолжим. Гол как сокол. У Михаила Саакашвили в Грузии больше ничего не осталось. Ни домов, ни машин, ни денег, ни галстуков. Остались лишь обвинения в подготовке госпереворота, превышении служебных полномочий и растрате 5 миллионов государственных долларов. Сам бывший президент, проживающий в США, утверждает, что против него организованы политические преследования и что все это якобы месть лидера грузинской мечты. Как все обстоит на самом деле? Чтобы в этом разобраться, в Тбилиси отправился Дмитрий Кайстро. Главная прокуратура Грузии наложила аресты на земельные участки, дом в городе Кварелли и несколько квартир в Тбилиси, которые были оформлены на жену, мать и бабушку Саакашвили, включая его самую любимую фамильную квартиру в центре города. Улица Зандукели. Самое сердце старого Тбилиси золотые во всех смыслах слова. Квадратные метры недвижимости. Этот адрес на исторической улице известен всей Грузии. Здесь до своего президентства и проживал Михаил Саакашвили. И сюда же вернулся, когда был вынужден покинуть государственную дачу. Но сейчас и сам Саакашвили фактически находится в изгнании. И на его любимой четырехкомнатной чертоге наложен арест. Защита бывшего грузинского президента уже собралась обжаловать это решение в Страсбургском суде. А ведь против Саакашвили по сути применили меры, придуманные им же самим. Решение о том, что арест наложен и на имущество членов его семьи, является абсолютно законным. Эти изменения в законодательстве были приняты несколько лет назад при прежних властях. И это решение никоим образом не является политически мотивированным. В государственный розыск экс-президента Саакашвили в родной Грузии объявили еще в августе. Сам реформатор предусмотрительно к тому времени был уже давно и далеко от границ любимой Саакартвелла. Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий и растрате более 5 миллионов долларов государственных денег. На эти средства, по мнению следствия, экс-президент Грузии не только покупал недвижимость себе и близким, но и оплачивал услуги зарубежных поваров, массажисток, косметологов. Только на оплату инъекций ботокса и эпиляцию в одной из клиник Европы Саакашвили потратил 220 тысяч долларов. Сейчас он на яхте раскатывает по всему миру, где-то на 15 миллионов долларов яхта. Ну и все, конечно, знали, что колоссальное имущество, государственное имущество передается членам семьи. Иной раз даже указом президента. Вопросов к Саакашвили у прокуратуры действительно много. Разгон оппозиции в ноябре 2007 года, разгром телекомпании Меди, завладение преступным путем имущества Бадри Патракацишвили, а еще жизнь Сиборита за госсчет. Дизайнеры, яхты, вертолеты, велосипеды. К последним господин Саакашвили, как оказалось, все еще неравнодушен. В Америке Саакашвили живет с 2013 года, ходит по блошиным рынкам, хочет снова преподавать в Колумбийском университете, пишет мемуары. Войдут ли туда главы с воспоминаниями о том, как в панике убегал прочь при отдаленных звуках выстрелов, или о сжеванном галстуке? Скорее всего, да. Ведь столь экстравагантные подробности только подстегнут продажи, а вместе с ними и прибыль, в чем Саакашвили в ближайшее время, видимо, очень будет нуждаться. Дбилийский суд наложил арест не только на недвижимость, но автомобили и банковские счета экс-президента, а также заочно арестовал его самого, объявив международный розыск. Следующее заседание по делу назначено на 19 октября. Дмитрий Кайстро и Берсенадзе, Антон Косимович, Лев Сергеев, Вести, Грузия. Спастись от уголовного преследования Саакашвили надеется, конечно же, в Соединенных Штатах. Убежище ему там уже предоставили. Вот только на сочувствие в США бывшему президенту Грузии, похоже, рассчитывать не приходится. В Саакашвили разочаровались даже и американские журналисты. В Нью-Йорк Таймс вышла статья о его хипстерской жизни в мегаполисе. С фотографиями Саакашвили в модных солнечных очках, красных шортах и ядовито-зеленых кроссовках. С велосипедом или с кокосом с трубочкой Нью-Йорк Таймс пишет, что Саакашвили оккупировал апартаменты своего дяди, жалуется на дороговизму и рассуждает о демократической трансформации набережной Уильямсбург, где завершились ремонтные работы. Эта последняя фраза настолько задела американцев, что стала темой уже новой статьи. В журнале Forbes под заголовком «Саакашвили не знает, что такое демократия». Журналисты отмечают, что Саакашвили постоянно использует слово «демократичный» безо всякого смысла и называет так абсолютно все, что ему лично нравится. Да и образ жизни Саакашвили в США, отмечает Forbes, мягко говоря, не соответствует тому, как ведут себя бывшие президенты государства.